Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать газоанализатор PLT850 от бренда Tooltop, который имеет 4 отдельных датчика для горючих газов, для угарного газа, для сероводорода и для кислорода. Данные датчиков выводятся на экран и в случае выхода параметров за безопасные нормы срабатывает сигнализация. Звучит сигнал тревоги, работает световой сигнал, вибросигнал и голосом сообщается, какой датчик сработал. В ролике я покажу, зачем он нужен и как этим прибором пользоваться. Производитель заявляет, что в приборе используются высококачественные импортные газовые датчики с хорошей чувствительностью. Ссылку на прибор я оставлю в описании. Если вас интересуют измерительные приборы, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Данный детектор широко используется в нефтяной, химической промышленности, охране окружающей среды, металлургии, нефтепереработке, сельском хозяйстве, противопожарной защите и в других отраслях и местах, где требуется мониторинг безопасности на предмет токсичности и вредности и предотвращения взрывов. Детектор может эффективно предсказывать концентрацию опасных газов и давать сигнал тревоги. Чтобы обеспечить безопасность людей и оборудование, он может быть полезен вам для обеспечения вашей безопасности. Прибор поставляется в таком красивом боксе. Бокс усилен железными углами и алюминиевыми уголками. Судя по наклейке, один из заказчиков данного прибора находится в Испании. Давайте я сниму наклейку, чтобы она не портила вид бокса. Есть такая ручка для переноски и защелка. Отстегиваем защелку. Открываем бокс. Мне зачем-то положили два паспорта. Они оба на английском языке. Все в боксе аккуратно упаковано. Особенно мне нравится такое защитное уплотнение на крышке. Данный бокс на продающей странице не указывался. То, что прибор пришел в таком боксе, для меня было приятным бонусом. Давайте рассмотрим комплектацию прибора, а потом сам прибор. В комплект идет зарядное устройство на 5 вольт 2,4 ампера. Также идет шнур к нему с разъемами USB и microUSB. Также есть такой переходник, который позволяет подключить шланг с газом к прибору сразу на все датчики. Обращаю внимание как в боксе лежит сам прибор. Он хорошо защищен от ударов. К тому же сам прибор имеет противоударный корпус. Все равно следует избегать падения прибора. Корпус имеет степень защиты IP65, что позволяет с ним работать даже при небольшом дожде и он не боится пыли. На переднюю панель выведены все четыре датчика. Дисплей с подсветкой. Прибор управляется тремя кнопками. Сверху находится световой сигнализатор. Тут находится прикрытый резиновой заглушкой вход для зарядки microUSB. Аккумулятор внутри прибора позволяет приборам пользоваться не менее 10 часов. Заряжать прибор рекомендуется в отключенном состоянии. Закрываем. Сзади находится выход динамика. Тут же находятся два крепления. Такая защелка на карман или ремень. Она довольно крепко защелкивается. Есть такая петля, чтобы повесить прибор на шнурок. При желании это крепление можно снять, открутив винт за данным отверстием. На данной табличке можно увидеть, диапазон измерения данного прибора по каждому датчику и характеристики аккумулятора. Чтоб включить прибор, нажимаем среднюю кнопку 3 секунды. Прибор приветствует вас голосом и происходит самодиагностика. Проверяется в том числе световой сигнал и вибрация. Так как при включении происходит калибровка прибора, включать его следует на чистом воздухе. Сразу после включения прибор показывает настроенные значения сигнализации по каждому виду газов. И только затем показывает уровни показаний по каждому датчику. Нажимаем левую кнопку и можем посмотреть заряд батареи прибора, сколько времени он включен, время и дату. Переключаем опять на показания датчиков. Правой кнопкой мы попадаем в меню прибора, но его я разберу позже. А сейчас посмотрим, что измеряет прибор и зачем он нужен. H2S это сероводород. Сероводород образуется при гниении белковых продуктов. Также он содержится в вулканических газах. В промышленном производстве сероводород получает в процессе очистки нефтяных газов как побочный продукт. Токсичные его концентрации накапливаются в водосточных канавах, помойных ямах и в угольных шахтах. Сероводород очень токсичный газ. Его вдыхание в большой концентрации может вызвать паралич сердца и привести к смерти. Меньшие концентрации вызывают судороги, отек легких и паралич обаятельного нерва. Мы можем сами почувствовать этот запах. Это запах тухлых яиц или гниющего мяса. Данный прибор показывает его концентрацию ppm. 1 ppm это одна часть газа на миллион частей чистого воздуха. По умолчанию сигнализация срабатывает на уровне 15 ppm. При желании уровень сигнализации можно задать другой, но об этом позже. О-2 кислород. Стандартная концентрация его в воздухе 20,9%. Опасен как недостаток кислорода, так и высокая его концентрация. Если концентрация падает менее 19,5% начинается у человека учащенное дыхание и головокружение, а менее 7% приводит к коме или смерти. При превышении 23,5% существует риск воспламенения. Если концентрация кислорода выходит за пределы от 19,5% до 23,5%, то в приборе срабатывает сигнализация. СО. Угарный газ. Угарный газ не имеет цвета и запаха. Обычно он образуется, если плохая тяга у газового оборудования или закрывает заслонку трубы печки раньше, чем прогорели угли. Я не раз слышал случаи, когда при неправильном обращении с отопительными приборами люди травились угарным газом. При проявлении симптомов отравления угарным газом, слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, необходимо немедленно выйти из помещения на воздух. Если этого не сделать, то возможна смерть от удушья. В доме следует открыть форточку и проветрить помещение. Прибор измеряет концентрацию газа ППМ и сигнализация срабатывает при концентрации 50 ППМ. Экс. Так называются горючие газы. Они легко воспламеняются, токсичны, могут вызывать отравление человека и животных. Насчитывается 25 наиболее распространенных горючих газов. В быту мы чаще с ними сталкиваемся, как природный газ в трубах и баллонах. Изначально этот газ не имеет запаха, и чтобы люди могли найти утечку органами обаяния, в него добавляются присадки, запах которых мы чувствуем при утечках. Газ же природного происхождения, который может накапливаться в ущельях, подвалах, шахтах, мы не можем определить по запаху. Для его обнаружения и служит данный прибор. Сигнализация срабатывает, когда концентрация этого газа превышает 20 ЛИЛ. А ЛИЛ это минимальная концентрация горючего взрывоопасного вещества в однородной смеси с чистым воздухом, при которой возможен хлопок, возгорание или взрыв. То есть, если концентрация достигнет 100%, то возможен взрыв. Очень часто встречается ситуация, когда в погребе накапливаются опасные газы. В результате гниения органики полностью сжигается кислород, но появляется метан и углекистый газ. И поэтому, лучше перед тем, как опуститься в погреб, опустить туда данный газоанализатор. В случае опасности прибор сработает или на недостаток кислорода, или на метан. Это и есть эксгаз. Следует учитывать, что прибор необходимо продержать в измеряемой среде не менее 30 секунд. Давайте его испытаем. Я сейчас подую на датчик кислорода. Уровень кислорода опустился и сработала сигнализация. Следует отметить, что показания прибора инертны. Я дул прибор более 30 секунд, чтобы сработал датчик. Но после вынимания прибора из измеряемой среды, показания прибора изменяются не сразу, а постепенно. Также я испытал прибор на природном газе. Некоторое время удерживал данный прибор над открытой комфоркой газовой плиты. Отмечу только, что своим носом я газ почувствовал сразу. А показания датчика эксгаза изменялись постепенно. Я довел показания датчика до 10 процентов и дальше не стал, так как не хотел сам дышать природным газом. И повторять на камеру этот эксперимент не хочу. Если в газе есть присадки для запаха, то носом мы быстрее обнаружим утечку, чем этим прибором. Данный переходник подключается таким образом. Сюда мы можем подключить шланг с газом. Тогда газ будет анализироваться сразу четырьмя датчиками. Также этот переходник используется для калибровки прибора. Лично я этим переходником вряд ли буду пользоваться. И давайте сейчас разберем меню. Нажимаем правую кнопку. Если он попросит пароль, то по умолчанию 4 единицы. Первый пункт меню записанные значения. Выбираем. Нажимаем среднюю кнопку. Кнопками влево вправо можно перебирать записанные значения. Прибор отображает параметр, по которому была сработка, его уровень и когда произошло срабатывание. Мы можем ненужные значения удалить. Следующий пункт меню это установка нижнего порога срабатывания сигнализации. Нажимаем. Выбираем для какого датчика задаем порог. Выбираем. И можем кнопками влево вправо регулировать это значение. Отрегулировали. Нажимаем enter и подтверждаем. Дальше пункт установка верхнего уровня срабатывания. Работает также как предыдущий пункт. Следующий пункт настройка нуля. Пользоваться этим пунктом нужно крайне осторожно. Ноль каждого датчика настраивается отдельно. Данный пункт защищен паролем. По умолчанию этот пароль 4 единицы. Следующий пункт калибровка прибора. Он также защищен паролем и непрофессиональному персоналу ее выполнять запрещено. Прибор изначально откалиброван на заводе. Дальше установка даты и времени. Хочу отметить, что в приборе дата отображается необычным образом для русского человека. Вначале год, потом месяц, потом дата. Средней кнопкой перебираем значения. Кнопками вправо и влево настраиваем значения. Подтверждаем настройку и выходим в главное меню. Дальше выбираем режим подсветки. Выбираем. Нормальный режим, когда подсветка работает постоянно. Если включаем режим авто, то подсветка выключается автоматически через 30 секунд, когда мы не нажимаем на кнопки. Следующий пункт настройка пароля. Чтоб это сделать нужно ввести старый пароль. Я его менять не буду. Если вы решитесь поменять пароль, то хорошенько его запомните. Лучше запишите. Если вы его забудете, то сбросить его можно только на заводе. Дальше информация по каждому датчику. Нижний и верхний уровень срабатывания сигнализации, а также верхний уровень, до которого может измерять прибор. Следующий пункт. Выбор языка. Тут два языка. Китайский и английский. Русского языка тут нет. Причем, если переключить на китайский, даже озвучка будет на китайском. У меня изначально прибор пришел на китайском языке. И довольно сложно ориентироваться в меню, если прибор показывает иероглифы. Изучив инструкцию, я все же смог переключить прибор на английский. И сейчас покажу как. На случай, если к вам придет прибор, также с китайским меню. Выбираем. Запоминаем. Вот уже прибор говорит по-китайски. Вот такие значки на дисплее отображаются. Что нужно, чтоб переключить на английский язык. Входим в меню. Ищем вот такой экран. Входим. Выбираем английское меню. Нажимаем. Подтверждаем. И мы опять вернулись в английское меню. Дальше просто выход меню. Настроек в приборе на отключение световой, вибро и звуковой сигнализации нет. С этим следует смириться. Нажимаем длительное среднюю клавишу. Подтверждаем. И прибор выключен. Вот такой прибор. Он пополнил арсенал приборов, которые я использую для обеспечения своей безопасности. Я буду пользоваться им на практике, так как считаю, что в жизни бывают случаи, когда он необходим. О возможностях прибора я рассказал. И тех газах, которые он измеряет тоже. Если я что-то упустил, пишите в комментариях. Мне нравится как возможности прибора, так и бокс, который к нему прилагается. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Дополнительную информацию о приборе вы можете найти по ссылке, где я заказывал прибор. Ссылка есть в описании. Поделитесь видео со своими друзьями, чтобы обезопасить их от отравления газами. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк. И до встречи в новых и старых видео.